Я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом, профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Вы все говно! Мы все говно! Это не ирония, а самое настоящее надругательство над строем. Здесь вам не курорт, калаш мне взад, это армия тротил мне в жопу! Во всех армиях мира воинский строй это символ границы государства. Армия, даже из таких гомиков, как мы, делает настоящих мужчин разряд мне ванну. Когда этот фильм смотрят призывники, у них формируется неправильное представление о российской армии. В такой армии они, конечно же, служить не захотят. Ты меня понял? Что вы себе позволяете? За образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество и героизм капитану Трофимову Ивану Георгиевичу присвоено воинское звание майор досрочно. В Советском Союзе профессия офицера, защитника Родины, была одной из самых почетных и престижных. А этот фильм стал любимым для нескольких поколений. Хоть им лет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. После выхода на экраны фильма в зоне особого внимания, все военкоматы страны ломились от желающих служить в армии, особенно в ВДВ и спецвойсках. Замаскированные командные пункты уничтожат. Извините, товарищ генерал. И этот фильм снят в России. Авторы пытаются заставить зрителей сопереживать преступникам, убивающим российских солдат. Так что же удивляться после таких фильмов, что призывники уклоняются от воинской обязанности, а служить в армии и защищать Родину перестало быть престижным. Есть такая профессия, Иван, защищать свою Родину. Тридцать лет назад такой проблемы не было в принципе, а уклонение от воинской службы считалось недостойным. К освобожденным от службы в армии или откосившим от нее относились с сочувствием и пониманием. В наше время, когда мир балансирует на пороге войны, необходима особенная ответственность кинематографистов и всех граждан нашей страны, чтобы быть уверенными, что сыновья Родины смогут защитить государство от внешней агрессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова